Я как председатель комитета по промышленности, дорожного хозяйства и справедливости хотела бы проинформировать о том, что на сегодняшний день мы достаточно активно и очень серьезно работаем над посланием губернатора Ульяновского устава Ивановича Морозова. И на нас налагается определенный очень серьезный ответ именно в части тех вопросов, которые были изложены в послании. Но самый главный вопрос это улучшение качества жизни населения и учитывая то, что вопрос содержания, ремонта и реконструкции дорог является действительно очень актуальным на сегодняшний день. И мы на своем комитете рассмотрели этот вопрос, изучили всю нормативную базу, которая есть на сегодняшний день. Она действительно достаточно хорошая, у нас есть полный комплект нормативных документов, все законодательство урегулировано в этой части. И поэтому мы обратились к исполнительной власти за то, что ужесточить качество работ, обратить внимание на программу развития как раз дорожного строительства. И мы акцентировали именно на этот вопрос. То есть у нас должна быть пятилетняя программа развития дорожной отрасли. И системная работа над этим вопросом. Поскольку на сегодняшний день мы должны понимать, какие дороги нужно капитально ремонтировать, какие дороги мы должны реконструировать. И ужесточить качество ремонтных работ. Вопрос действительно очень серьезный. И ставить вопрос об отмене авансовых платежей за вот эти работы. Мы на комитете несколько раз рассматривали этот вопрос. Мы привлекли экспертное сообщество и общественность для контроля за ремонтом дорог. И на сегодняшний день рекомендации от комитета мы уже направили для исполнительной власти. Это, я еще раз повторяю, это программа комплексного развития ремонта дорог. Это четкий контроль за качеством и привлечение общественности. Поэтому я еще раз повторяю, наша задача на следующий год системно четко выстроить эти работы. Торги провести до 1 апреля и выйти уже на ремонт дорог с надлежащим качеством вовремя. И для того, чтобы не было нареканий от нашего населения, поскольку мы все здесь, для того, чтобы улучшить качество жизни нашего населения.